Всем привет, друзья! Меня зовут Рома, а вы на канале Медблог. И сегодня мы ответим на вопрос, как студенту медицинского вуза устроиться на работу в медицинское учреждение. Ну что ж, поехали! Друзья, если вы студент медицинского вуза и все еще думаете, устраивается на работу или нет, то ответ на этот вопрос – да, устраиваются, поскольку это невероятный, колоссальный опыт, который поможет вам на протяжении всей вашей врачебной карьеры. Кроме этого, лишняя копейка в кармане не помешает. Стоит отметить, что к студентам, медикам, которые устраиваются на работу, вполне лояльные отношения, как в организациях здравоохранения, будь то больница или станции скорой помощи, так и в самом университете. Преподаватели медицинских вузов приветствуют работу студентов, поскольку они понимают, что чем больше студент работает, тем больше он умеет и знает. Если вы все-таки решились устраиваться на работу, то я хочу вам дать несколько практических советов из личного опыта, как сделать все грамотнее. В первую очередь, вы должны определиться с местом вашей работы. Если вы хотите, например, стать хирургом, то, соответственно, вам лучше выбрать хирургическое отделение какой-либо больницы, для того, чтобы впитывать практический опыт работы данного отделения. Если вы хотите работать анестезиологом, реаниматологом, соответственно, вам необходимо взять либо анестезиологию и реанимацию отделения в стационаре, либо вы можете устроиться на скорую помощь. Опыт, где можно черпать просто лопатами. Соответственно, эта же теория применяется ко всем остальным специальностям. Хотите стать офтальмологом, лучше выбрать офтальмологическое отделение, лором, лучше лор-отделение и так далее. После того, как вы выбрали отделение, в котором вы хотите работать, вам необходимо подойти к старшей сестре этого отделения и договориться о трудоустройстве на работу. Если же имеется ставка, то, я думаю, старшая сестра с радостью вас возьмет. Затем вам необходимо прийти в отдел кадров учреждения здравоохранения, в котором вы хотите работать. Там вам выдадут перечень документов, которые вы должны будете принести перед трудоустройством. И к таким документам относятся. В первую очередь, это, конечно же, медицинская справка о годности. О ней мы поговорим чуть позже. Также вам нужно будет принести ксерокопию паспорта, вашу трудовую книгу. Если у вас таковой нету, то ничего страшного. Ее заведут на вашем первом месте работы, то есть в учреждении здравоохранения. Кроме этого, вам необходимо принести свою страховку, также военный билет и фотографии для формирования личного дела. Что касается медицинской справки, то первый шаг ее получения, это прийти в вашу поликлинику, за которой вы закреплены. Например, у меня в поликлинике для получения справок на работу имеется специальный кабинет и врач, который занимается непосредственно выдачей справок. Если в вашей поликлинике такого нет, то вы просто идете к своему участковому терапевту и решаете с ним этот вопрос. Процесс получения медицинской справки начинается с общетерапевтического осмотра. Далее врач должен получить цифры вашего артериального давления, и назначить общие анализы. К ним относятся общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимия крови. Затем вам будет необходимо сдать электрокардиограмму и спирометрию для определения эффективности вашего дыхания. Затем по прохождению этих кабинетов вам будет выдано направление в инфекционный кабинет, в котором вы должны будете обязательно получить направление на исследование крови, на ВИЧ, гепатит, сифилис. Кроме этого, в инфекционном кабинете вам выдадут направление на мазок, на кишечную флору. Затем, после того, как вы пройдете инфекционный кабинет, вам могут быть назначены дополнительные консультации с другими специалистами. Например, с хирургом, офтальмологом, неврологом, дерматовенерологом и так далее. Все сугубо индивидуально и зависит от каждого отдельно взятого случая. Кроме этого, обязательным является посещение психиатра и получение удостоверения о том, что вы являетесь психически здоровым. И обязательно посещение врача-нарколога. Тоже для того, чтобы доказать, что вы вполне вменяемый человек и не имеете никаких сильных зависимостей. После того, как вы получили медицинскую справку, можно сказать, что самый сложный этап пройден. Вы собираете все свои документы и идете в отдел кадров, где пишете заявление о трудоустройстве на работу. Данное заявление должны подписать старшая сестра вашего отделения, заведующий вашим отделением, а также главная сестра больницы. Также вам могут быть предложены на подпись различные коллективные и трудовые договоры, которые действуют локально в учреждении здравоохранения. Кроме этого, возможно, старшая сестра разрешит вам работу с наркотиками и наркотическими препаратами. В этом случае вы должны будете подписать специальные документы о том, что вы предупреждены о возможных последствиях при нарушении работы с данными препаратами. И вы полностью информированы о правилах хранения и использования данных препаратов. Затем ваше заявление должен будет подписать главный врач учреждения здравоохранения, в котором вы хотите работать. И после этого вы можете приступать к своей работе. Хочу дать вам небольшой совет. Перед тем, как заходить на первое дежурство, лучше на добровольном начале прийти несколько раз до вашего дежурства в больницу и попросить медсестер помочь вам и рассказать вам основы. Как я уже и говорил ранее, все очень лояльно относятся к студентам-медикам, поэтому вероятность того, что вас буквально проведут за ручку по отделению, расскажут все тонкости работы крайне велика. Друзья, подводя итог, я хочу еще раз подчеркнуть. Вы сделали правильный выбор, если решили устроиться на работу. Если вы все еще думаете, то прекращайте думать и определяйтесь с отделением, в котором вы хотите работать. Если вам было интересно это видео, то обязательно подписывайтесь на канал Медблог и ставьте лайк этому видео. Кроме этого, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в описании. Друзья, уже совсем скоро мы увидимся с вами в следующем видео. Но самое главное, никогда не забывайте, что самое важное, это наше здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok